Эксклюзивы в игровой сфере, чаще всего как было ранее, это были те игры, которые были только на одной игровой платформе без всяких но. Ну, вспомните Halo на Xbox Original, Uncharted на плойку третью и так далее. Потом же появился такой термин как консольный эксклюзив, где имеется в виду, что данная игра выйдет только на определенную консоль и на ПК. Честно говоря, я как вчера помню, что эксклюзивный и замечательный Quantum Ray, который я всем всегда советую поиграть, буквально за день до релиза была анонсирована и на ПК. Хотя до этого говорил, что это чисто эксклюзив Xbox. Вы уже вероятнее всего видели новости о том, что по некоторым инсайдам, Xbox планирует выпустить свои популярные игры на другие платформы. И один из слухов намекает о том, что это будет либо Hi4Rush, либо Sea of Seas, ну то есть море воров. И не исключено, что будущие эксклюзивные игры, в кавычках, будут выпущены и на PlayStation 5. Сегодня мы об этом поговорим, рассмотрим как и плюсы, так и минусы всей этой ситуации, поэтому поставьте, как обычно, чай, лайк, подписывайтесь на канал, ибо в этом году я буду ползти к отметке в полмиллиона подписчиков. Да, я срехнулся. Также, если у вас Xbox и вы все еще не знаете, где приобретать игры и подписки, советую, как обычно, вам неоднократно проверенных ребят из X Games, которые вам помогут с играми для Xbox. Ссылка, как всегда, будет в комментариях. Многие из вас, вероятнее всего, этой новостью будут расстроены. Я вас в этом прекрасно понимаю, ибо в 2015 году, как раз таки, когда слили Quantum Break на ПК, это, по сути, была первая игра, которую вот так вот слили, и этого вообще никто не предвещал, но получилось как получилось, опять же. Нас тогда отчасти реально обмотнули, ибо ранее Xbox пытались продать сначала за счет старой работающей схемы эксклюзивов. Этим, кстати, умело пользоваться до сих пор Sony, которая выпускает работающие проекты, которые покупаются, обсуждаются и, самое главное, продают консоль. Стратегия Xbox уже давно терпит изменения, сначала консоль плюс инновационная штука по типу Kinect в комплекте, потом они продавали Xbox с помощью эксклюзивов, обратной совместимости, подписок, а теперь стратегия Microsoft не пытается продать Xbox вовсе. Поверьте, это уже реально не главная задача. В главе всему стоит уже давно продажа подписочки Xbox Game Pass, ради которой уже не особо нужно покупать Xbox, а можно поиметь ПК, либо устройство с экраном, для того, чтобы при помощи нее заюзать довольно стабильный сервис xCloud. Но стратегия стратегии, а еще есть и фанаты, которые вкладывают свои деньги в Xbox, в их идеологию, да, вот эту политику, которую все время обсуждают. Конечно же, в консоль, в игры, в надежде на то, что у них будет что-то ценное, а ценность это как раз-таки те игры, которые недоступны нигде, кроме определенной платформы. И как бы вы ни говорили, что это прошлый век, эксклюзивы нафиг никому не нужны, на играх держится игровая индустрия, а на эксклюзивных играх держится ценность консоли. Ибо, если бы цены были везде одинаковые, а не практически, кстати, одинаковые, у нас не было бы смысла покупать одну из консолей и побеждала бы, вероятнее всего, единогласным решением та, которая популярна. Я ровно так же, как и вы, относился к экзам достаточно серьезно, ибо для меня они были как раз-таки одним из критериев выбора, и когда я глядел на плойку на Xbox, я прежде всего их выбирал за счет продолжения любимых франшиз. И уже тогда понимал, что если, например, куплю PlayStation 4, я не поиграю в будущий гирзу 4, который 100% выйдет. Ну и, соответственно, грустил, когда меня обманывали по другим играм, поскольку, если бы я знал заранее, Xbox я мог бы не покупать, а купить себе хороший ПК. В общем, такие вот рассуждения вызывали у меня немножко грустинку. Но после всех этих событий, находясь уже в 24-м году, я пришел к поводу, что выход какой-либо эксклюзивной игры где-то еще, это не так плохо. Поскольку первое и самое главное это то, что конкретно у вас, у первоначальных обладателей консоли, игру никто не убирает. И она, кстати, у вас, вероятнее всего, появилась даже на халяву в подписочке. Ну а второе это то, что если игра онлайн, а именно если сливает там море воров даже, ну допустим, даже Halo, то это делает шанс на больше онлайн, соответственно, это опять же не минус, а только плюс, что игра получит больше, во-первых, знакомых, если вдруг они на другой платформе, так еще и общий онлайн вырастет. Но все же вот эта вот консольная гонка, некое чувство, а вот у меня есть, нам обещали, не дает многим покоя, но фактически минус от всего этого касается того, что народ, который топил и верил в Xbox, действительно задастся вопросом, а смысл тогда Xbox и именно консоли, когда я могу купить плойку и поиграть в те же самые любимые игры. Да, народ после этой новости не ливанет на плойку массово, ибо выход всего лишь двух игр это, ну, по сути, ничего такого, но начнет задумываться, а где дальше играть, ибо на плойке те же самые эксклюзивы они есть, и плойка за счет них еще и ценная. Ибо хочешь играть в ЧП и прочие эксклюзивы? Ну, тогда будь добр, купить плойку, либо сиди и жди, и надейся, что в скором времени они все вышли на ПК и с нормальной оптимизацией. С другой стороны, на боксе остается самое главное и любимое многим, это халява. Твои игры в подписке, заплати их за год и получай все эксклюзивы практически даром. Прекрасно, тем более учитываем, что колда также отправится в подписку в этом году, скорее всего, это не факт. Я думаю, затмит многим новости сливить пару эксклюзивов уж точно. Но что касаемо большего числа народу в СНГ, думаю, будет опять же пофигу, поскольку по своим наблюдениям я лично понимаю, что нас народ бокс покупает не совсем ради эксклюзивов. Скажу даже больше, мало кто вообще знает эксклюзивы Xbox, поэтому если какая-то игра выйдет еще где-то, будет фиолетово. Да, там, не знаю, фанвои покричат друг на друга, успокоятся это и все будут играть дальше. Тем более, опять же, речь идет не про все игры, а лишь про пару. Конечно, мне кажется, что будущие эксклюзивы тоже некоторые выйдут на PlayStation, но опять же нужно посмотреть, какие именно. Поэтому тут, если смотреть с ноты фанатизм, это капец. Xbox говно, продавайте, еще и Аргентина прикрылась слегка. Но если смотреть здраво, то пофиг, серьезно, мы в эти игры уже поиграли. Больше игроков в онлайне у нас ничего не отняли. Единственное, обидно, что нас опять же слегка обманули а-ля эксклюзив. Но если проследить за последней тенденцией данного слова, ну, оно практически не упоминается уже в серии Xbox. И, соответственно, да господи, да пусть играет. Единственное, опять же, лично мои мысли по этому поводу, что жаль, что Фил и его команда Xbox в последнее время не особо думают о плюшках для консольщиков. То есть вся вот эта вот стратегия, она стала настолько массой, что под брендом Xbox сама консоль стала просто для галочки. Просто раньше она была как раз таки центром всех событий, который раскидывался уже на все остальное. А еще тут немножко обидно, что Sony и другие компании так не делают по отношению к Xbox. Было бы классно, если бы с плойки перекачивала какой-нибудь Detroit, к примеру. Да, старая уже не популярная, но с целью заработка почему бы и нет? Как по мне, обменявшись пару старыми играми, возможно, та или иная компания смогла бы на долгосрочную перспективу принять себе других пользователей. Но опять же, это если рассматривать с точки зрения, опять же, заработка и компаний. Поэтому что произойдет, если все-таки это действительно случится? Ну, слив нескольких эксклюзивов. По сути, ничего критичного и продолжится та самая стратегия. Майки сейчас продают подписку, а не Xbox. Плохо или нет, каждый решает сам, но майки в целом всегда думают с точки зрения прибыли. И, возможно, этим путем для себя привлекут больше денежек, но в то же время, возможно, что и потеряет своих фанатов старой идеологии. Такое тоже может быть. А вообще, придерживайтесь всегда той стратегии, которую я трактую уже долгие годы в ведении своего канала. Покупайте то, что вам по кайфу. Имейте все платформы по возможности. И все эти стратегии, что кому что отдал, вас вообще особо волновать не будут. Ибо вас все точно устроит, да и больше ничего и не нужно. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за просмотр. Обязательно прожимайте лоис, если понравился видос. Подписывайтесь на канал. Не забывайте писать свое мнение в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok